В Рио губернатора Ненинского округа Александр Цибульский раскритиковал работу Департамента природных ресурсов и городских властей в ходе очередного заседания администрации. Заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба в Ненинском округе состоялось на Ринмаре. Ключевым вопросом совещания стало обеспечение безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В администрации региона прошло заседание организационного комитета по празднованию Дня Победы. В него вошли представители окружной власти, правоохранительных органов, сотрудники сферы культуры и Департамент образования. Государственной архивной службе России исполняется 100 лет. В администрации региона состоялось торжественное мероприятие, на котором честовали ветеранов архивного дела и специалистов данной организации. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа в ходе очередного заседания раскритиковал работу Департамента природных ресурсов и АПК и городских властей. Речь идет об уборке снега на улицах города, рекультивации свалки в Наринмаре и устранению экологического ущерба в Амдраме. Ранее Александр Цибульский уже встречался с руководством Министерства природопользования России для того, чтобы Амдрама была внесена в реестр населенных пунктов, которые имеют право на субсидированную поддержку из федерального бюджета на устранение экологического ущерба. Однако на местном уровне работа не была проведена должным образом. В рамках проекта «Чистая страна» в поселке Амдрама планируют убрать металлолом, восстановить нарушенные земли и очистить территорию от загрязнений нефтепродуктами. В рамках государственной программы охрана окружающей среды на 2012-2020 годы. Поселок еще 30 января этого года включен в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и может претендовать на федеральное финансирование работ по экологической очистке. Проект по очистке Амдрамы на сегодняшний день находится в стадии разработки. Под вопросом остается и проект по рекультивации свалки в Наринмаре. На сегодняшний день проект не готов. Занимается этим город. Скорее всего мы получим 90 процентов, может и больше, что мы получим отрицательное заключение. И в этом году мы не сможем претендовать на деньги. Скорее всего после доработки проекта мы сможем это делать только на 2020 год. Поскольку пока мы сделаем проект, бюджет формироваться до 1 июня, поэтому мы, наверное, на 2019 год тоже не успеем заявиться. Заявка на ее рекультивацию была сделана с массой замечаний. На их устранение проектировщику потребуется 2,5 месяца. Такой ответ Александр Цибульского не устроил. Вы не можете даже сделать то, что я уже договорился обо всем, понимаете, принципиально. Тоже, между прочим, там абсолютно о шпаренном режиме договаривались, что никто вовремя не позаботился об этом. Так я договорился, вы даже не смогли документы подготовить. Такой же вопрос, кстати, по лаборатории департамента агропромышленного комплекса. Этого центра природопользования. Ну, стыдно просто встречаться с руководителями, коллеги. Когда мне говорят, ну, знаете, там даже на заявку это не похоже. Вы хоть документы приложите, те, которые по перечню положены. А мы просто написали, посмотрите, пожалуйста, какая у нас идея. Мы как работать-то будем, коллеги? Мне самому готовить заявки? Давайте сам буду готовить тогда. Не остались без внимания Александра Цибульского и Наринмарские дороги. Их состояние, мягко говоря, неудовлетворительное. Если бы вы в течение года убирали так, как я просил, у нас бы сейчас были чистые улицы. Но вы же мне все рассказывали, что это невозможно. Вы людей даже уже убедили в том, что у нас северные регионы невозможно убирать улицы. Вы просто людей убедили в том, что ваша беспомощность в этом – это норма. Это не норма. Сейчас было тепло. Почему вы не убрали эту улицу? Когда можно было один раз грейд отпустить и всю эту массу оторвать от подтаявшего асфальта. Сейчас опять заморозки будут. Вы там сами проехали? Ну, сядьте на машину, проедите. Я вот на мультивейне, на фольксвагене не смог там проехать. Не у всех у нас есть лэнд-крузеры. Также в ходе заседания глава департамента экономики и финансов НАУ Татьяна Лагвиненко предоставила отчет по исполнению бюджета округа за первый квартал текущего года. За этот период бюджет был исполнен с профицитом в 118 миллионов рублей. Окружной бюджет по расходам за первый квартал 2018 года выполнен на 94,8% квартальному плану 3,444,2 миллиона рублей. За аналогичный период прошлого года процент исполнения составлял 97% или на 39,4 миллиона рублей больше. К такому плану на 2018 год процент исполнения составил 20,7%. Кроме этого, глава региона высказался за возможность увеличения компенсации для льготного проезда к месту отдыха и обратно. По его словам, после ознакомления с бюджетом региона, если макроэкономика не изменится до конца года, у округа появится такая возможность. Также Александр Цибульский озвучил сумму, до которой может быть пересмотрен предельный размер компенсации за льготную дорогу. У нас перелеты в отпуск связаны, конечно, с двойным маршрутом. Там Москва, Санкт-Петербург, охранник крупный город, дальше перелет второй. Это двойной сегмент. Конечно, 35 тысяч не хватает на человека сегодня. Давайте, вот посмотрите. Я знаю, что тяжелое для бюджета будет решение, но его надо принять на этот год. Посмотрите увеличение до 45 тысяч в этом году. Компенсируемых расходов. Это хотя бы уже людям даст возможность двойной перелет сделать более-менее доступным. Глава НАУ поручил принять соответствующие решения в кратчайшие сроки до наступления сезона массового выезда жителей Заполярья на летний отдых. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Наринмаре состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба в Ненинском округе. Ключевым вопросом совещания стало обеспечение безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню весны и труда и 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как было отмечено в ходе обсуждения, группировка сил и средств оперативного штаба в округе готова к выполнению поставленных задач, связанных с возможными угрозами совершения преступлений террористической и экстремистской направленности. Наряду с сотрудниками полиции, правопорядок и безопасность граждан в период проведения массовых мероприятий будут обеспечивать сотрудники Росгвардии, Главного управления МЧС России по округу и члены добровольных народных дружин. В целях совершенствования системы профилактики в настоящее время проводятся мероприятия по оценке состояния антитеррористической защищенности объектов различной категории. По их итогам вырабатываются меры по устранению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности. Комиссия уделила внимание и принимаемым органами исполнительной власти и местного самоуправления округа мерам по отработке порядка действий при установлении уровня террористической опасности на территории или объектах Ненецкого округа, а также организации и проведению практических тренировок по антитеррористической тематике. Отдельное внимание было уделено вопросу организации профилактической работы в образовательной сфере и молодежной среде. Здесь комиссия рекомендует усилить работу. На встречу 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ненецкий округ готовится отпраздновать главное мероприятие года. Сегодня в администрации региона прошло заседание организационного комитета. В него ходят представители окружной власти, правоохранительных органов, сотрудники сферы культуры и департамента образования. О том, как будет проходить День Победы, узнала наша съемочная группа. На сегодняшний день во всех пунктах региона определен перечень мероприятий, посвященных 73-й годовщине. Жители округа примут участие во всероссийских акциях. Это «Георгиевская ленточка», «Почетный караул», «Бессмертный полк» и «Солдатская каша». Также пройдут межмуниципальные акции «Звезда памяти», «Солдатский треугольник», «Дом со звездой», «Победная гвоздика». В рамках деятельности учреждений культуры округа планируется проведение 98-ми различных мероприятий. Это торжественные митинги, праздничные концерты, вечерочествования, выставки и конкурсы. Сфера образования тоже не останется в стороне. На базе школ пройдут тематические классные часы, а спортивные школы встретят великий праздник первенствами и соревнованиями. Конечно же, самое главное и масштабное мероприятие пройдет 9 мая на площади Марацей. По предварительным данным, там примут участие более 5000 человек. С 11.00 до 11.05 у нас театрализованный пролог. С 11.00 до 15.00 трансляция праздника в прямом эфире на телеканале «Север». В 11.05 на сцену поднимаются выступающие на митинге. Звучит фонограмма торжественных фанфар. В 11.06 военнослужащие воинской части 12-403, сотрудники ОМВД Российской Федерации по НАО и главному управлению МЧС по НАО кадеты парадным строем выходят по площади и становятся пересценой. После торжественной части с 12.00 до 15.00 на площади Марацей пройдут народные гуляния. Ну а дальше праздничную эстафету примет акция «Бессмертный полк». Кстати, в этом году организаторы изменили время и маршрут следования «Бессмертного полка». Колонна начнет формироваться 9 мая в 14.00 в районе морского порта возле памятника портовикам, который установлен в сквере между улицами Хатанзейского и Сопрыгина. Также на «Бессмертном полку» при формировании «Бессмертного полка» будем организовать музыкальное сопровождение, чтобы сделать из этого по-настоящему праздник, чтобы люди не стояли просто 40-50 минут и ждали, а чтобы сопровождали песни времен Великой Отечественной войны, раздавали георгиевской ленточке. Было полное ощущение праздника. Дальше, если все пройдет так, как надо, по данному маршруту, по данным временным рамкам, то это будет хорошо, потому что в прошлом году люди высказывали негативное отношение к тому, что их выстраивают. Главный негатив был, именно в этом заключался. То есть они просили отдельное мероприятие шествия «Бессмертного полка». В 15.00 «Бессмертный полк» начнет движение по улице Вучейского в сторону площади Марацеи, где на Аллее славы пройдет возложение цветов к обелиску Победы. Илья Сахаров, Любовь Пемякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Государственной архивной службе России исполняется 100 лет. 1 июня 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР. Знаменательную дату уже широко отмечают по всей стране – семинарами, мастер-классами, конференциями и фестивалям архивного кино. Юбилейную эстафету принял и Ненинский округ. В администрации региона состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали ветеранов архивного дела и специалистов данной организации. Нашей съемочной группе удалось не только пообщаться с главными хранителями истории, но и увидеть уникальные документы разных эпох. С подробностями – Любовь Пермякова. Семинар работников архивной службы начался с чествования ветеранов. В числе тех, кто отдал этому делу не один десяток своей жизни – Раиса Чуклина. Женщина начала свой трудовой путь с должности технического сотрудника, а затем работала директором. В данный момент трудится архивистом. Именно здесь, в здании окружной администрации, который раньше был Домом Советов, где и располагался архив, состоялась ее первая встреча с главным хранилищем Ненинского округа. Когда я пришла первый раз в архив, провел меня директор был Дерюгин Александр Никифорович. Очень хороший человек. Он провел меня по хранилищам. Очень были большие полки, по 12 полок, это вверх, неструганные доски. Все было закрыто у нас полотном от нас, чтобы не так пыль была. А на шкафах все было написано «ШК» и «ШК». Я думала, школ-то сколько много, надо же. А это, кажется, шкафы были. Началась история архива 26 сентября 1936 года. Тогда в городе Наринмаре был образован Государственный архив Ненинского национального округа со штатной численностью всего два человека и восьмью фондами. Сейчас в архиве около 96 тысяч документов. Есть и большая научная библиотека. Ежегодно здесь работает более 50 историков. Постоянный посетитель отдела, известный в округе исследователь, кандидат исторических наук и главный научный сотрудник краеведческого музея Марина Калавангина. Часто приходится вам поработать здесь? Хотелось бы чаще, но достаточно часто. По крайней мере, каждая выставка в музее, как минимум. Но и отпуска нам для чего даны? Для того, чтобы сидеть в архиве. Точно говорю. Сейчас Марина Михайловна работает с архивными материалами, свидетельствующими о жизни детей округа в годы Великой Отечественной войны. Материал лег в основу выставки «Детство опаленной войной», которая открылась в Краеведческом музее. Очень интересный фонд 12 окружного отдела народного образования, в котором суммирована информация, скажем, о школах, о дошкольных учреждениях. Вот любопытнейший документ, который планирую использовать на выставке, а может быть где-то еще потом в публикациях. «Количество трудодней, выработанных учащимися Великовисочной неполной средней школы за июль 1942 года». «Фамилия и имена деток с 1 по 6 класс и количество трудодней. То есть они помогают колхозам выполнять планы государственные». Такие архивные документы, по словам исследователей, словно окно в историю, через которое можно увидеть давно минувшие события. Например, узнать, как жили в довоенное время коренные жители Севера. Один из таких – протокол окружного совещания «Женщин-ненок», который состоялся в марте 1937 года. Его показала главный хранитель истории, начальник архивного отдела аппарата администрации НАУ Алена Корчева. Да, это был первый съезд, на котором женщины говорили о том, что они услышали о новом законе и хотели его слышать. Раньше они не имели возможности собираться в такие теплые, светлые дома. Они были забиты и грязны, жили в слепоте. Их считали за темных людей. Возили в Москву, в Ленинград и показывали, как диковинку, как на выставках, как звери их показывали. И они слышали раньше, что в Москве и в Ленинграде живет царь, и что о них, о немцах, он не заботился. И что они были затуманены, и также их затуманивали кулаки, шаманы и другие приезжие спекулянты всяких наций. Это вот с их слов, да, вы читаете? Да, я читаю со слов седейской феоктисты. Как показало время, голос женщин ненецкого народа власти услышали. За 80 лет были приняты десятки законов и введены многочисленные льготы. Этот документ, по словам руководителя отдела, не просто исторический факт, а крик о помощи. И в таких фондах архива сотни. Есть такое письмецо, когда человек пишет, что он заявление в Красную Печору, в колхоз. Не желаю работать вас в колхозе в том, что вы не учитываете работу. Если 20 куч на кучи, то запишут 15 куч. Пять дней работала, не записана та работа. И в результате, да, вы мне не дали денег девочку учить. Еще одно обращение, но уже от учеников колхозно-совхозной школы, было адресовано известному полярному исследователю, выдающемуся астроному, математику, геофизику, исследователю полярных широт Отто Юрьевичу Шмидту. В далеком 36-м году, будучи начальником Главного управления Северного морского пути при Совете народных комиссаров СССР, он ответил на жалобы учеников, которых не устраивали условия подготовки в учебном заведении. Есть в Госархиве картотека репрессированных в 30-е годы. Она облегчает работу по реабилитации граждан. Это особый фонд сломанных человеческих судеб, где на глазах сотрудников архива разворачиваются семейные драмы. Я прочитала, не называя фамилии, естественно, что в 30-е годы отказался от отца сын. А я человек-то знаю. Чего он меня дернул пригласить? Не хотите ли вы, уважаемые, посмотрите документы? Я потом пожалела, что я человека пригласила. Я-то думала, что человек хочет знать историю, как, ну, наверное, как любой другой человек. Он почитал, но ему было так плохо, что он почитал. Нет, его отец, не он. Он уже сам в возрасте, его отец. То есть отец отказался от отца? Потому что репрессии, потому что начались гонения. И вот такое прямо появление. Потому что если бы это касалось моей семьи, мне бы, наверное, для истории, для генеалогии было это интересно. Ну, как за сердце схватился или воды? Нет, он просто сидел тихо-тихо. Я знаю этот человек. Он как бы такой быстрый, хороший такой, а тут он сидит и думает. Работа архивиста психологически сложная, но интересная. И по словам сотрудников, те, кто хоть однажды переступил порог хранилища истории, влюбляются в него навсегда. Поэтому и работают здесь люди не год и не два, а десятилетиями. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.